И о сегодняшнем послании губернатора Игоря Кобзева мы поговорим с депутатом Государственной Думы Сергеем Теном. Сергей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня посмотрели вот уже сейчас сюжет, который подготовили наши корреспонденты. И тема, которая была озвучена последней, это дороги. Я знаю, что в Государственной Думе вы состоите в комитете дорожном, да, и нацпроекты вообще сейчас это очень такая большая, огромная тема. Вот что по дорогам? Среди вот огромного количества дорожных проблем я бы выделил, ну, прежде всего, две. Несмотря на то, что вот я начал говорить про Ангарск, про Черемхова, про Братск, самая большая проблема с дорогами у нас в областном центре. Это мы видим, мы с этим сталкиваемся ежедневно. Конечно, нужно развивать и направление на Листвянку, о чем губернатор говорил, нужно развивать направление на Большое, Голоустное. Мы постоянно ездим, отдыхаем на Байкале, но сколько можно уже стоять в пробках в городском центре, в областном центре. И вот акцент губернатор сделал на то, что будет разрабатываться в этом году уже проект по строительству южного обхода города Иркутска. Этот участок дороги, он серьезно разгрузит Свердловский район. Это повлияет очень серьезно на движение в областном, в центре города, в центре Иркутска. Это такая долгая работа непростая, взаимодействие с федеральным центром, это выбивание, опять-таки, денег из федерального бюджета. Делать это необходимо. Понятно, что мы ремонтируем дороги, вот я сказал, 200 километров будет отремонтировано у нас по области, но я всегда так говорю, что если раньше мы на плохом асфальте в пробках стояли, то после того, как мы асфальт поменяли, мы стоим в пробках на хорошем асфальте. Поэтому, конечно, нужно решать этот вопрос комплексно. Мы можем огромное количество денег вкладывать в автомобильные дороги, но если мы не решим проблему с общественным транспортом, чтобы он был у нас экологичный, современный, с адекватными ценами, чтобы по расписанию этот общественный транспорт ходил, то эти дороги не нужны по большому счету никому. То есть должен работать общественный транспорт. Губернатор об этом сказал. Мы, соответственно, готовы к этой работе, ко всей. Мы на федеральном уровне работаем совместно с губернатором, с правительством Иркутской области. Я имею в виду нас, депутатов Государственной думы. Поэтому все вперед и с песней, что называется. Дорожный блок, конечно же, очень важный. Но и в начале своего выступления губернатор задел очень важную тему, которая была, спровождала нас весь 2020 год. Это тема пандемии, тема здравоохранения. Вот как оцениваете борьбу с пандемией здесь, в Иркутской области? Как она была выстроена? Ну, я коротко скажу, отвечу на этот вопрос. Я считаю, что регион справился. Прежде всего справился губернатор. Конечно, это заслуга и медиков, и наших коллег из муниципальных образований. Огромная работа была проделана волонтерами. Низкий, на самом деле, людям поклон за то, как помогали друг другу, и никто не остался равнодушным. Мы подключались со стороны депутата, бизнес и так далее. Но в конечном итоге ответственность перед людьми лежит прежде всего на губернаторе Игоря Ивановича Кобзева. Поэтому я считаю, что губернатор справился. 2021 год объявлен годом Байкала. Это уже всем известно. И вот опять же Игорь Кобзев в своем послании сделал акцент на том, что нужно привлекать туристов на Байкал. И вам, как человеку очень близкому к Байкалу, я хочу спросить, а вот как все-таки сохранить экологию Байкала и привлечь туристов, и как сделать этот отдых цивилизованным? Что нужно для этого сделать? Ну, это очень долгая тема, на самом деле, Мадина. Мы с вами можем тут начать разговаривать и разойтись только послезавтра, если все будем это обсуждать. Но я бы сказал так. Во-первых, надо не туристов привлекать. Во-первых, надо привлекать своих. Потому что мы здесь живем, мы тут самые главные эксперты. Потому что турист, ну чего турист? Турист приехал, значит, в июле месяце, вот он, может быть, один или два раза на Байкале побывал, он же не видит Байкал, какой Байкал круглый год. А мы ездим с вами и в марте, и в апреле, и в июле, и в августе, и в декабре, и в феврале, и там когда угодно. Поэтому, конечно, мы здесь местные жители, мы самые главные эксперты. На нас надо ориентироваться прежде всего. Если нас это будет удовлетворять, если нам это будет нравиться, то и туристы поедут, и это будет соответствующий уровень сервиса, там это все понятно. То, что касается экологии. Но мы вообще в Государственной Думе эту работу ведем, будем эту работу продолжать. С мертвой точки, я считаю, вот у нас заканчивается сейчас работа седьмого созыва Государственной Думы. Я считаю, что мы с мертвой точки тему эту сдвинули. И по большому счету у нас очень сложная задача. Задача заключается в том, чтобы соблюсти максимальный вот такой баланс между интересами человека и природы. Это долгая, кропотливая такая непростая работа, причем в которой участвует не только Иркутская область, но участвует и Республика Бурятия, потому что все-таки водосбор идет оттуда у нас в Байкал. Поэтому это такая сложная очень работа, но при этом я еще раз хочу сказать, что сделано многое. И на федеральном уровне тоже у нас понимание это есть. И надо продолжать работать. Ну, к слову, о федеральном уровне. Губернатор акцентирует всегда, что налаживается работа с федеральным центром, а вот вы как оцениваете эту работу с федеральным центром? Да, это так. Да, это так. И вот, знаете, ну я не первый раз же даю интервью, и в том числе по итогам послания губернатора. Все-таки 9 лет уже являюсь депутатом Государственной Думы. И всегда, когда в Москве, там вот на федеральном уровне, про нас, про Иркутскую область говорили, всегда говорили о том, что вы там не можете между собой договориться. То есть, вот эта вот вся политика ваша региональная, вот вы постоянно что-то друг с другом воюете, как-то боретесь там и так далее. Все-таки я считаю, что с приходом Кобзева у нас такой, на самом деле, появился исторический шанс объединиться, поставить интересы региона прежде всего на первое место. Интересы своих земляков, детей наших. И поэтому, в принципе, я считаю, что мы поменяли уже за короткое достаточно время мнение о Иркутской области на федеральном уровне. Мы, еще раз говорю, работаем совместно. Такой, ну, как бы заложен очень хороший почин, мы двигаемся вперед. Многое, конечно, нужно еще сделать. Команда, она находится еще в стадии формирования, там, в исполнительной власти, в муниципалитетах, поскольку все-таки, ну, от нас от всех зависит. То есть не зависит только от одного губернатора или какого-то конкретного чиновника. Еще раз говорю, волшебная палочка у нас не существует. Это просто системная, кропотливая работа. Поэтому, ну, в принципе, я считаю, что 20-й год мы пережили, 21-й год мы встретили и начали его хорошо, успешно, на мой взгляд. Ну, будем двигаться дальше. На этой замечательной ноте я говорю вам спасибо большое, что пришли к нам в студию.